Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Сегодня у нас просто море, что есть обсудить. Конечно, облавы по российским гей-клубам, отмена концерта Ольги Бузовой в этом же гей-клубе, о том, как дочь Соловьева, пропагандиста Соловьева, живет с женщинами, ну и, конечно, арест певца Шарлотта. Просто огромнейшее количество горячих сплетен, поэтому наливайте кофе. Ух, сегодня поговорим. Кто не знает, меня зовут Антон Эсс, и на этом канале мы обсуждаем ежедневно самые горячие сплетни новости, поэтому сделайте эту красненькую кнопочку серенько, подпишитесь на канал, точно не пожалеете. Абсолютно эпохальное событие для России. ЛГБТ-движение признано официально экстремистским. Я повторюсь, вчера мы обсуждали уже вот в этом самом видео, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Решение принял Верховный суд и началось. Но прежде чем мы обсудим все детали, давайте хотя бы в двух словах поясним, что это значит. Теперь каждый, кто защищает права меньшинств в Российской Федерации и представители этих самых меньшинств отныне вне закона и будут преследоваться наравне с почитателями, например, теоретически, лидера Германии 30-40-х годов. Абсолютнейшее безумие, абсолютнейший абсурд. Кстати, дорогие мои сплетники и сплетницы, хочу напомнить, вот вам кадр из-за клипа, замечательного клипа «Руки вверх». А вот вам замечательный скриншот из клипа группы «Тату». Ну а вот вам, пожалуйста, Шура Эд. Помните, да, 20-30 лет назад Эд было горячо, Эд было модно, Эд воспринимался российским обществом как абсолютнейшая норма. Абсолютно все сейчас будет закрываться, абсолютно все сейчас, дорогие мои, будет штрафоваться. Давайте на секундочку обсудим абсолютнейшее безумие. В Петербурге за пропаганду ЛГБТ оштрафовали на 500 тысяч музыкальный канал Айва ТВ, который показал, сядьте сейчас, сейчас сядьте на секундочку, клип Сергея Лазарева. Такое решение вынес Выборгский суд Петербурга в клипе, в этом самом клипе. Он есть в открытом доступе на канале Лазарева. Под звуковой ряд показывают пары, в том числе, среди которых есть и однополые, в клипе поучаствовали две девушки. На это отдельно попросили обратить внимание Роскомнадзор как потенциально воспринимающая, как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения. Клип Сережи Лазарева, которому 100 лет в обед. Ведомцы решили, дорогие мои, что такой видеоряд создает установку о том, что, цитата, люди, состоящие в нетрадиционных интимных отношениях, не только не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений, но их предпочтения, если не социально одобряемы, то как минимум приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины. А это не является нормой сегодняшней России. И то, что, повторюсь, была абсолютной нормой, то, что воспринималось спокойно. Никто не смотрел на это криво, никто не рассмотрел это как ЛГБТ-пропаганду. Это был просто клип Сережи Лазарева, который неплохой клип, ну неплохой клип, дорогие мои. И нет ничего такого, что там было две девушки, проецирующие любовь друг к другу. Штраф за ЛГБТ-пропаганду. Теперь вот не поверите, абсолютно все будет вырезано, абсолютно все будет цензурировано, абсолютно все будет прикрыто. И никаких потуг не будет в эту сторону, потому что таким образом вы поддержите экстремистское движение ЛГБТ. И таким образом вы пойдете против закона. Сейчас начнется настоящая травля и охота на представителей ЛГБТ, на представителей гей-комьюнити Российской Федерации. Мне же начали вчера писать под моим вчерашним видео. Антон Никто в геев пока там, не то что пока, Никто в геев, никакой грязи не кидается. Люди живут наравне с окружающим обществом и никто никому не мешает, все воспринимается на ура. Рейд, дорогие мои, на гей-клубы был проведен минувшей ночью силовиками. Облава произошла в клубе Секрет, Барри Мона и на вечеринке Хантерс Пати. Полицейские фотографировали паспорта людей, которые там находились. Очевидцы рассказывают, что боятся быть осужденными за экстремизм. Вы пришли в гей-клуб, являясь представителем ЛГБТ. Вас могут обвинить сейчас в экстремизме. Мурашки, мурашки. Не потому что я ЛГБТ, не потому что я открытый гей, ребят. Вы слышите безумие, да? Вы становитесь экстремистом, если вы открытые заявляете о своей ориентации. Цитата. Мы стояли 300 человек. Слушаем. Господи, я цитировал. Слушаем представителя гей-комьюнити России, который встретил силовиков в ту самую ночь. Мы стояли 300 человек голые, просто в трусах от них. И ждали, пока нам вынесут одежду. И никто не понимал, что происходит. В плане, мы не понимали, там, собирают ли нас обик или нет. Ушла эпоха, дорогие мои, да. В Петербурге закрылся знаменитый клуб «Централ Стейшн». Известный абсолютно любому жителю культурной столицы. И в то же время активно отказываются выступать в этих самых клубах. Известные звезды. О чем речь, дорогие мои? Ольга Бузова внезапно отменила концерт в столичном клубе «Мона». Гей-комьюнити теперь в России признана экстремистским. И поэтому больше не входит в хит-парад ее мыслей. Ведь еще недавно она в эйфории, дорогие мои, выступала и в центральной станции. Падая в толпу обожателей. Во всех этих клубах до недавнего времени она была иконой. Как пишут, ночью прошли полицейские рейды. Лолита была любима гей-комьюнити Российской Федерации. Она была такая же икона. Ну, надо называть вещи с именами. Этих исполнители очень-очень любили и, наверное, любят гей-лесбиянки Российской Федерации. Но все зашло слишком далеко. Отмена концертов, рейды по клубам. Ну и вот, пожалуйста, скрин из этой самой центральной станции в Санкт-Петербурге. Дорогие друзья, к сожалению, площадку, которую мы арендовали, нам отказали в продлении аренды. Из-за закона об признании ЛГБТ-комьюнити экстремистской организации. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч, наивно полагают хозяева центральной станции. Они надеются до новых встреч, но им отказывают в аренде. И я уверен, никаких новых встреч в ближайшем обозримом будущем не будет. Шикарная музыка, места, где гей-комьюнити могло встретиться, выпить пиво, познакомиться, потанцевать под обожаемыми Лолиту или Ольгу Бузову. Такого больше не будет. В Латвии сейчас признаны официально узаконенные однополые партнерства. Моя любимая из Эстонии. Кто не знает, я из Эстонии. Гей-браки приведены к бракам обыкновенным. Вы сколько угодно сейчас можете и орничать, и кричать. Нам такого не нужно. Нам. Это против наших семейных ценностей. Это только начало. И, конечно, про дочь пропагандиста Соловьева, которая осудила принятие закона о признании ЛГБТ-сообщества в качестве экстремистской организации. Да, того самого Соловьева. Так вот, пишет мне Пташка. Спасибо, милая моя. Привет, Антон. Просьба анонимна. Давно хотела рассказать, но не решалась. Я встречалась с дочкой Соловьева, Екатериной. Повстречались недолго, не сошлись характерами. Но она классная. Ничего плохого о ней не скажу. С отцом они не близки. Скорее всего, он и не знает, что она теперь экстремистка. Она либеральна. Своё мнение по поводу нового закона она высказала публично. У неё гражданство США, конечно, у неё гражданство США, как и у любой правильной дочери и сына, любого правильного пропагандиста российского, любого федерального канала. Она либеральна. Своё мнение по поводу нового закона она высказала публично. У неё гражданство США. И особо бояться нечего Встречается с мужчинами для прикрытия На самом деле 100% лесбиянка Штрих к портрету Штрих к портрету по количеству безумия, дорогие мои То, что мы сейчас наблюдаем Дочери пропагандистов, живущие с американским... Я ее не осуждаю Я осуждаю ее отца Но вы представьте себе весь сюр происходящего Дочь пропагандиста Соловьева Живет в Америке, встречается исключительно с женщинами Что там, брату Екатерина Мизулиной Немножко в эту же историю Встречается с мужчинами для прикрытия А сама только и исключительно по женщинам Вы просто представьте себе Объем безумия и сюрреализма Которое мы наблюдаем Ребят, кидайте дальше и больше Про детей пропагандистов С европейскими и американскими Ужасными паспортами Кидайте те интересные факты, с кем они встречаются Опять же, штрих не к их портрету их жизни А штрих к портрету их мамочек и папочек Которые делают абсолютно ужасное То, что они делают на своей работе Зная, что их дети и дочери Живут в однополок семье Просто тема для размышления Пишите мне в директ инсты, телеграмма Я думаю, интересненького понакопаем Давайте пообщаемся в комментариях Очень интересно послушать ваше мнение Что вам есть сказать по этому поводу Кто не знает, мы здесь, дорогие мои дамы и господа Сплетники поддерживаем наших сплетников Бизнесменов Наших замечательных со всего мира Мне шлют посылки со всего мира, кто не знает Мы здесь поддержим начинающий малый бизнес Абсолютно бесплатно Кто хочет, чтобы мы поддержали Упомянули ваш бизнес Пишите моему ассистенту Екатерине Евтелеграм И присылайте Мы абсолютно бесплатно на нашу огромную аудиторию Покажем то, что вы производите Абсолютно шикарная Ручная работа, ребята Это шикарнейший принт с подписью художника Один из одних, то есть у меня уникальный Какого второго нету Шикарный принт Восхитительный принт В металлической рамке С сертификатом аутентичности И это у нас, дорогие мои Пришло нам от нашего сплетника Дмитрия Шутова Его магазин авторских принтов GPStore.CZ Я обязательно упомяну Первой строчкой Поддержите нашего сплетника Неимоверно талантливого художника Восхитительный принт Это просто шикарно Шикарное оформление В лаконичной металлической рамке Ребят, это роскошь У нас столько талантливых бизнесменов У нас столько талантливых сплетников Я просто в шоке от этого всего Поддерживайте Присылайте то, что вы производите Мы обязательно упомянем на этом канале Повторюсь, абсолютно бесплатно Наша форма поддержки малого бизнеса Все, дорогие мои, с Шарлоттом Все очень-очень страшно Значит, Шарлотта И топировали на допрос в Самару На певца завели Три уголовных дела Ему грозит лишение свободы На данный момент До шести лет Его доставили в его родной город Он сам из Самары На допрос в Следственный комитет Соответствующее видео Вот вы смотрите Выложены были сегодня И вчера в пабликах Три уголовных дела По статьям о реабилитации И об оскорблении чувств верующих В ближайшее время Ему изберут меру пересечения Ему грозит Серьезный срок, ребят До этого он находился в спецприемнике В Петербурге Но он попал за мелкое хулиганство 22 ноября он вернулся в Россию Зачем он вернулся в Россию Я не понимаю Я напомню Помните вот эти вот видео Где он резал Георгиевскую ленту Ленту, которая сейчас олицетворяет Полнейший факт И геноцид украинского народа Это сейчас символ диктатуры Авторитарная полицейская хунта Это то, что сейчас там происходит Уже в Российской Федерации Но понимаете Он вернулся И я постоянно задаю себе вопрос Я задавался вот в этом видео По этой ссылке можете пройти Посмотреть вопросом Почему он вернулся Может быть ему что-то пообещали Может быть ему сказали Приезжай с тобой Все будет в порядке Но не мог он просто На глупенького врубить И поехать в Россию Просто так После тех заявлений Которые он делал В своем инстаграме Начался цирк Он читает стих В поддержку Российской Федерации Россия Нагрубил тебя с порога Прошу прощения У русского народа Не побоюсь громкого слова В адрес твоего превосходства Прыгая в твои просторы Ощущая внутри свободу Свой талант одаренный Предопределяю защищать Духовно Русскоязычные покоры Читал он стихотворение И стих ему этот не помог Его до 24 декабря Он будет сейчас на 22 дня Заперт в этом самом спецприемнике Уже в Самаре Будет он ожидать суда И уголовное дело У него 100% будет уголовное дело Это будет 100% обвинительный приговор Это будет 100% срок Для меня вот это вот пример Арбенина Шарлотт Мне он не интересен в контексте Творчества его Мне он не интересен в контексте Какой он человек Он фрик Он интернет фрик Это талантливый парень Я не буду спорить Но он мне абсолютно не интересен Для меня дело Шарлотта Это как лакмусовая бумажка Публичного все равно человека По которой мы видим Что просто за свое мнение В инстаграмчике Тебе дадут срок До 6 лет До 6 лет Все вы знаете Как отпускают сейчас На свободу абсолютнейших монстров Которые отправили на тот свет Огромное количество людей И они возвращаются героями СВО в России Сейчас называется это именно так А людей которые просто высказывают свое мнение в инстаграмчике Не навредив никому Никому Ни единой душе На этой земле Сроки Реальные сроки И вот то что сейчас происходит Это какой-то ужас Это какое-то полнейшее безумие Это конечно Настоящий трэш Вы знаете Мы начали разговор В моем позапрошлом видео По этой ссылке можете пройти и посмотреть Мы говорили о том Что в Российской Федерации Путин посоветовал вернуться К историческим истокам И начать рожать по 7-8 детей Все были в шоке От этих заявлений Потому что На что? Вопрос единственный На что? Не то что там Диктатура Были бы все в золоте Вопросов бы не было На что? На какие деньги воспитывать 7 или 8 детей? Пишет одна тетка Ну меня эти знаешь да Тебе какая разница Антон Сколько детей рожают россиянки? Не обсуждаешь же сколько рожают израильтянки? Мы не обсуждаем Дорогие мои На этом канале Сколько детей должны рожать россиянки Мы обсуждаем то Что правительство лезет в трусы россиянкам И начинает говорить им Сколько им По какой-то причине Дяде сидящему в Кремлю Нужно Нужно И необходимо Чтобы вы Родили от 7 до 8 человек На эту землю Новые граждане российской федерации Одна у нас пишет Сплетница Отвечает да Вероятно мадам возмущенная Антоном Не знает что по итогам 23 года Самое популярное имя в Москве Это Мохаммад Ах да Они россиянки И рожают новых россиян Многие даже не закончив Среднюю школу Это вы знаете Немножечко был камень В сторону тех Кто говорит Вы посмотрите Что становится с Европой Вы посмотрите Европа накрывается медным тазом Вы посмотрите Что там происходит Какое безумие Европейцев скоро не останется Вы наоткрывали Границ слишком много Значит официальная статистика Это официальная статистика Самое популярное имя Для новорожденных в Москве В 23 году Это Мухаммад Извините Не в Москве Влюберца Согласно данным ЗАГСа На втором месте По популярности Имя Анастасия На третьем Артем На четвертом Фатима На пятом Бибисоро Бибисоро Я так понимаю Это или узбекское имя Или киргызское Оно обозначает чистая красота Что мне говорили Я впервые слышу имя Бибисоро Вот вам график За последние 10 месяцев Мухаммад Первое Второе Артем Александр Матвей Амир Дин Алексей Анзур Это у мальчиков И у девочки Анастасия Фатима Бибисоро Анна Мария Зайнап И Елизавета Это немножечко В сторону тех Кто с пены у рта Говорит Что Европа Скоро прекратит Существовать Как культурное Самодостаточное Целое И люди Которые Понаехавшие Они начинают Забирать Европейское Пространство Ребят Смотрите на свои бревна В глазу Давайте будем смотреть На свои бревна В глазу Да Простая Статистика Просто элементарна Из ваших Московских ЗАГСов Конечно не отпускает Меня вот это Восхитительное Радостное Хост у Ветерина Мизулина ЛГБТ Идеология Все Радостно Радостно Нет ЛГБТ Идеологии Нет ЛГБТ Организаций Это просто есть люди Которые рождены Нестандартной Ориентацией Ай дорогие мои У нас Как раз В эту же кучу малу Филипп Киркоров Показал свое Обручальное кольцо Задавали ему вопрос Это был на золотом Граммофоне Филипп у вас На руке кольцо Обручальное Да А вы только Помнились Задавал с вопросом Филипп Киркоров Знаете Мне интересный Момент Сейчас в этом Контексте Этого безумия Это Как сейчас Будут Реагировать На то что Происходит В их стране Считаю Открытые Представители ЛГБТ Комьюнити Такие Филипп Киркоров Сергей Лазарев И его мужик Алекс Малиновский Николай Басков Тот же Как его звали Волосатый Такой Ездит За рулем Житковский Как те люди Которые Считаю Не скрывают Никаким образом Свою ориентацию Они внешне То есть Они не говорят О своей ориентации Но вы понимаете Не нужно говорить О своей ориентации Если ты видишь Парня При полнейшем Тяжелом Макияже В женской одежде То в глазах Не российского общества А в глазах Например Те же правоохранительных органов Ты проецируешь ЛГБТ Пропаганду И ты уже Считаю Поддерживаешь Экстремистскую организацию Это официально признанная Экстремистская организация Мне очень интересно Как это сейчас Будет Сергей соседов Сейчас похвастался Проведенными Бьюти процедурами Я не знаю Зачем это соседу Было нужно Ничего не изменилось Брыли висели И висят Ну да Чуть подтянулось Ребят А для кого Вы все это Хрохоритесь Для кого Вы все это Приглаживаете Как можно Работать В стане Врага Врага Который Против твоего Комьюнити Считай Против тебя Называет тебя Экстремистом Только потому Что ты был Рожден Геем Да Вот как Можно Облюдать За этим Всем Работать На этих Монстров Ну как Подыгрываем Тот же Зверев Он давал Помните Интервью Наверное Год уже Назад У Алены Блин Даже Алена Блин Господи Лесбиян Куда Не плюнь Ребят Ну правда И он Тогда Я Если Надо Я Сам Поеду На Донбасс Да Сережа Сережа Зверев Не поможет Тебе Никакой Донбасс Ты Официальный Экстремист В глазах Российского Законодателя Экстремист Вы просто Экстремисты Только потому Что вы Рожден Только потому Что вы Выглядите Как баба Да Как Плохо Накрашенная Баба У меня Нет Сострадание К таким людям У меня Нет Волнения За них Это люди Которые Подыгрывали Подбрасывали масло В этот огонь Поддерживали Собственное государство Собственное правительство Которое шло Против них же Принимая законы Которые против них же Ребят Володин Кто там еще был Мы обсуждали Буквально вчера В нашем вчерашнем видео Миронов Евгений Миронов Да Вот эти вот Люди Люди которые сидят В думе Люди которые подписывают Эти самые ужасные Человеконенавистнические Законы Это геи Это конечно геи Здесь вопросов нету У меня вопрос Немножко в другом А давайте устроим Здесь такое Интересное Копание Мы сплетники Мы люди очень интересные Мы люди которым интересно Вот это все А давайте понакопаем Их любовников Давайте понакопаем Их пристрастия Давайте понакопаем Где они встречаются Как это все происходит Давайте понакопаем Эти частные вечеринки Антон Красовский Открытый гей Ребят Открытый гей Давайте понакопаем Эту информацию Пишите мне в директ Мой инстаграм Или телеграм Давайте выведем лицемеров на чистую воду да ну сколько можно терпеть такое лицемерие потому что вы понимаете там глубоко даже копать не нужно вы обязательно нарветесь на такую информацию от которых у вас волосы дыбом станут вы знаете интересный момент давайте вы посмотрите с вашего позволения приглашу наших героев безусловно мы не можем объявлять их имя мы не можем показывать их полной мере посмотрите на эти награды никогда не надо забывать кому мы обязаны быть в теплой москве проводить эти концерты мы обязаны нашим героем поэтому еще с ириной вручаем наши сертификаты и я надеюсь что пример нашей хрупкой девочки будет как минимум для тех артистов которых я назвал и которых я не назвал чтобы не тратить время нашего эфира к сожалению очень и очень далеко не многие захотели показать свою гражданскую сознательность еще раз большое спасибо от вашего имени спасибо удачи знаете я смотрел с начала 24 числа я смотрю как маленькими шажочками принимались законы против собственных граждан я видел как маленькими вот этими baby steps они шли закручивая закручивая гайки а сейчас все прям понеслось сейчас вот с октября месяца понеслось лавиной до боюсь думать какие законы будут приняты и что будет введено после выборов после выборов начнется самый настоящий трэш это будет самый настоящий кошмар но когда ты вот сидишь и думаешь да золотой граммофон на премии музыкальной премии золотой граммофон выводит чучело в масках да хочу нельзя показать их лица а по какой причине нельзя показать их лица они же герои россии не а чё вы скрываете этих клоунов под этими самыми масками вам самим не смешно выдают премию золотой граммофон за подбитые танки леопард именно так как пишет мой редактор мой телеграм-канале выглядит тотальное позорище именно так выглядит но которая настолько сюрреалистично которая настолько невозможно адекватно воспринять и проанализировать и знаете же самое ужасное до сих пор вот у меня здесь под этим видео вы почитайте комментарии будут просто сотни комментариев и я верю что не даже не от ботов это будут люди которые говорят все верно все идет по плану все атака должно быть вы европейская грязь сидите там нам такое здесь не нужно а какое вам нужно у вас все не просто там лгбт которые сейчас считай практически вне закона понимаете ребят лгбт комьюнити девушки и парни им нужно уезжать здесь мы не говорим про какие парады какие узаконивания да то есть образно два человека любят друг друга у них больше никого нет а вот они только есть друг у друга самые большие гомофобы вслушайтесь мои слова два человека они любят друг друга они живут в тиши своей маленькой квартиры и вы не знаете чем они там занимаются они бы просто нашли друг друга из них тяжело заболевает и выпадает в больницу если вы натурал вы придете скажете мой партнер моя жена мой муж он там и вот мои документы я хочу видеть своего близкого человека у них такой возможности не будет они никому не мешали они просто нестандартные люди нетрадиционной ориентации не просто любит друг друга живут другого создали семейную ячейку да и клубы будут закрываться и просто элементарно вот сразу сразу пошло не продлеваем аренду сейчас будут какие-то подпольные сабантуи это как в америке 30-х годов да это будут какие-то закрытые вечеринки на которые будут проводить облавы потому что это сборище астремист ну правда ни одного официального гей-клуба в россии больше не будет слушайте а знаете что написал интересный момент у меня моя и теперь идем у меня кстати есть мой влоговый канал каждые 5 с вами уходят влоги вот прошлый пятница вышла это по этой ссылке можете про тебя посмотреть это будет тоже замечательное видео но вчера у нас кстати вышло на моем основном канале гадание на мэрилин керона эстонскую ведьму многие просили была тема мы долго не гадали на нем но сейчас была тема если в александр шепса и ориентации совместная жизнь его шантаж и и интимное видео шикарное гадание по этой ссылочке пройдите посмотрите и точно не пожалеете в ликвы значит мой редактор моем телеграме присмотритесь и напишите в комментариях что общего людей на этих фотках да медицинские заключения да у всех алкогольный фитальный синдром или фаст так называется да матери злоупотребляли спиртным во время беременности по статистике каждая десятая женщина в россии не воздерживается от алкоголя во время беременности никто не знает сколько нужно пить чтобы навредить потомку но у плода нет ферментов печени поэтому каждый бокал выпитый беременной женщиной это бокал которые в такой же концентрации выпивает и пловыми изменения во внешности у таких дичей часто умственно осталось выйти на фотографию катерина мизулина а теперь слушайте да значит кроме внешних изменений а внешние изменения у нас они простые короткая гласная щель тонкая верхняя губа уплощенный губных также у детей у которых пили мамаши пока не были беременны им сына отсталась и другие проблемы с нервной системой диагноз ставят по комплексу признаков лечения нет только поддерживающая терапия кать вопросы твоей матери про твою умственную несостоятельность и тонкие губных желоб не мне тебе говорить кстати вроде шутка да а вроде не шутка вроде давайте улыбнемся а давайте улыбнемся когда слезки вытираем канал сплетен он интересен да он интересный каждый раз я думаю вот когда-то там есть какой-то контент будет заезженный неинтересный потому что мы уже все вроде как все обсудили да а по факту ребят чем дальше в лес тем новости жирнее безумнее кошмарные новости такие которые вот и читаешь и ты просто у тебя это в голове не укладывается потому что двадцать третьем году цивилизация новый год скоро у меня все снова инсталляции на заднем кто-то думал да вот zara уйдет макдональдс уйдет на это все закончится вот я анализирую смотрю новости до с обеих сторон дум после выборов начнется что-то очень супер люто я смогли кстати последний видос у дудя про северную корею меня шокировал там информация типа живут коммунами по 30-40 семей там баба какая-то старая ходит да но она как дому прав но с большими правами да она приходит может зайти в вашу квартиру спросить это была зарплата в прошлом году откуда у вас новый комод до объясните за покупку протирать каждый день нужно портреты ким ир сэн и кэм сэн и вот этих всех ставить и монстров да и специальные наборы с тряпочками щеточка давайте пообщаемся комментарии очень-очень интересно послушать ваше мнение подписывайтесь на все четыре моих youtube канал огромное благодарность всем спонсорам канала мусор это вы сплетники которые шлете нам донаты вы можете кинуть нам донат через суперспасибо если вы из-за европы или америки и там где это поддерживается функция это сердечко прямо под видео и скидайте нам донат через бусти взамен вы обязательно получаете видео поздравление записано лично от меня специально для вас наш форум благодарности за ваши щедрые донаты может быть поздравление с годовщины с рождением ребенка со свадьбой днем рождения специально для вас записываем мини-видео открыточки спасибо мило мэй ну конечно огромного благодарна всем кто шлет донаты свои донатики свои копеечки поддерживать свои местные приюты для бездомных животных это жестокое ужасное время когда люди ожесточились давайте оставаться людьми поддерживать приюты для бездомных животных поддерживать их потому что им очень очень тяжело давать оставаться людьми доказывать всему миру каждый божий день что мы сплетники умеем не только сплетничать но и любить вот все сплетни вот все новости на сегодня давайте пообщаемся в комментариях подписывайтесь спасибо всем то уделил 25 минут вашего времени на общение с папочкой сплетников я вас всех обожаю увидимся обязательно завтра всем пока субтитры сделал DimaTorzok дима Торзок